Всех приветствую! Меня зовут Александр Семенов. Я морской биолог, подводный фотограф и начальник научной водолазной группы Беломорской биологической станции МГУ. И сегодня я расскажу вам про подводный мир холодных морей. После передач Жака и Вакусто, после фильмов BBC, ни для кого не секрет, что подводный мир это огромное царство самых удивительных и невероятных существ, в которых еще много лет будут изучать ученые, которые каждый год мы узнаем о каких-то новых и новых видах. Но если вы спросите обычного человека, где у нас самое цветное, самое красивое, самое разнообразное население подводного мира, наверняка вам многие ответят, что в тропиках. Теплые моря, рифы, Красное море, Австралия, может быть Таиланд. И практически никто не скажет вам, что это будет Белое море, Баренцево море, Охотское море, может быть Японское море. То есть те моря, которые есть у нас в России и про которые на самом деле очень мало кто что знает. Но в своей работе на Беломорской биологической станции и в многочисленных экспедициях я понырял в целом ряде холодных морей, до которых пока что обычным людям в общем-то достаточно сложно добраться. Просто потому, что у нас нет инфраструктуры, нету каких-то туристических маршрутов, нету дайв-центров, которые могли бы вам обеспечить дайвинг в каком-нибудь Карском море или на Новой земле, или на Курилах, или Камчатке. Конечно, это можно сделать, но это дорого, сложно и тяжело. И сказать по правде, это, эти погружения, это один из лучших экспириенсов в моей жизни просто потому, что мир севера не похож ни на что другое. И я вам сегодня немножечко расскажу о том, как вообще устроен подводный мир на севере, какие обитатели его населяют и зачем вообще лезть в абсолютно ледяную воду с риском для жизни и в неудобном тяжелом оборудовании. Собственно, на Белом море это основное место, где мы работаем. У нас есть биостанция, у нас есть возможность нырять круглогодично, то есть мы ныряем там как летом, так и зимой. И мы начинаем свои погружения после того, как заканчивается долгая полярная ночь, когда выходит первое солнце и когда ледяная шапка, которая закрывает Белое море зимой, начинает немножечко трескаться и открываются места, где можно понырять. И примерно вот так мы ныряем на веревке, когда лезем под лед, привязанная к человеку, который стоит на поверхности и страхует нас просто потому, чтобы вы не потерялись подо льдом. Потому что, когда вы ныряете, вас может унести течение, вы можете застрять под каким-нибудь камнем, у вас может что-то случиться с оборудованием, например, замерзнуть регулятор и просто перестать подавать воздух или наоборот встать на постоянную подачу. То есть это достаточно опасное и рискованное дело. И, конечно, оно ужасно некомфортное, потому что вы должны одеть на себя термобелье, теплую поддеву, дальше толстый неопреновый костюм, систему грузов, баллон и со всем этим, обвязанными веревками и с камерами, залезать под воду. Провести вы там можете примерно 40-50 минут, даже очень тепло одетыми, просто потому что вода там достигает минус 2 градусов по Цельсию, минус 2 градуса. Это меньше, чем температура замерзания пресной воды. Вы же знаете, что подо льдом в пресных озерах вода у вас плюс 4 градуса примерно. При нуле она замерзает, но вся вода, которая не замерзшая, она плюс 4. И для нас плюс 4 это, в общем-то, тепло, потому что та температура, с которой мы сталкиваемся, погружаясь под лед, морская, минус 1,5-2 градуса. Это настолько обжигающая вода, что если вы сунете туда руку без перчатки просто хотя бы на 30 секунд, скорее всего вы ее перестанете чувствовать секунд через 10. Вас как будто бы обжигает огнем. И поэтому даже во всем снаряжении мы все равно мерзнем, нам все равно некомфортно. Но поверьте, это того стоит. Почему? Потому что подводный мир холодных морей невероятно разнообразный и удивительный. И здесь, казалось бы, должны плавать грустные рыбы, которые кружат в темной, бесконечной толще над какими-нибудь илистыми равнинами и думают, как бы им переместиться туда, где теплее, где больше еды, где гораздо радостнее и цветнее. Но если мы посмотрим на то, что у нас происходит в Северных морях, оказывается, что весь этот фантастический мир есть прямо здесь. И чем у нас хороши, чем характерны вообще Северные моря? Те, что там огромное количество еды, огромное количество ресурсов. И именно поэтому у нас биомасса всех существ, которые есть в Северных морях, она просто огромная. Именно поэтому Баренцево море, Берингово море, Охотское море считаются самыми богатыми морями в мире. Это значит, что количество ресурсов там такое, что всем, кто там живет, хватает, и они могут расти еще, еще и еще. И есть места, где плотность животных на квадратный метр достигает нескольких десятков килограмм. Это значит, что у вас каждый квадратный метр дна, каждый камень, каждый валун – это такой небольшой мегаполис, как здесь, на котором у вас растут небоскребы, какие-нибудь сидячие актинии, гидроидные полипы, какие-то прикрепленные животные, двустворчатые моллюски, мидии, модиолусы. Между ними ползают червячки, креветки, бокоплавы и другие мелкие существа, которых меньше заметно. И еще меньше на совсем маленьком уровне уже есть всякие маленькие крошечки, крошечные рачки, морские козлочки, изоподы и прочие животные, про которых я сейчас еще расскажу. То есть подводный мир на Севере для людей, которые хотят посмотреть на разнообразие жизни, это просто сокровищница, потому что можно нырнуть, сесть около одного камня и разглядывать его часами, просто насколько вам хватит воздуха, потом вынырнуть, понять, что вы увидели только, наверное, процентов 10 от того, что там было, и нырнуть туда снова, и снова, и снова, и снова. И это то, чем мы занимаемся на протяжении последних 15 лет на том же Белом море. Мы работаем на биостанции, и тем не менее биостанция, которая существует уже больше 80 лет, на которой водолазные работы ведутся с 60-х годов прошлого века. И вот на этой биостанции, ныряя ежегодно в течение нескольких месяцев, мы до сих пор открываем новые виды, мы до сих пор находим и снимаем то, чего не видел до нас еще никто и никогда. И это, конечно, удивительно. И это Белое море, это место, которое изучается. Есть Баренцево море, которое по масштабам намного больше. Есть Охотское море, где, в принципе, ныряло не так много людей. А есть ведь еще Карское море, Море Лаптевых, Чукотское море. Есть Новая земля, есть совершенно невероятное количество точек, которые нам еще предстоит обныривать просто везде и всюду. И вот, например, в Охотском море у вас есть такие пейзажи под водой, которых вы не найдете ни в каких тропиках. Да, возможно, оно будет чуть менее цветное, хотя те краски, которые вы встречаете на севере, они порой удивительны. Да, это правда, что в тропических морях биоразнообразия больше. То есть фактическое количество видов, которые там присутствуют где-нибудь в Индонезии или в Австралии, оно будет больше. Но именно количество животных, которые вы найдете на одном квадратном метре или на одном квадратном километре будет намного больше на севере, в северных морях, просто потому что в этих морях намного больше питания. Что с питанием? С питанием все просто. У вас в северных морях больше кислорода, в холодной воде растворяется больше кислорода. У вас намного больше фотосинтез, потому что у вас круглосуточно светит солнце в полярный день. Полярную ночь, кстати, фотосинтеза нет, солнце прячется, и жизнь в морях замирает. Поэтому в северных морях есть еще и сезонность. Зимой, когда солнце не светит, нет фотосинтеза, маленькие водоросли не работают, нету маленьких рачков зоопланктона, которые едят эти микроскопические водоросли, нет более крупных хищников, которые едят маленький зоопланктон, и у вас вся пищевая цепочка просто замирает, и животные зимой в северных морях просто замирают и пытаются выжить в ожидании весны, как только появится первое солнце. И вот когда у вас солнце выходит, начинает светить, у вас стартует фотосинтез в маленьких водорослях, появляется зоопланктон, который его ест, и запускается вся эта пищевая цепь. И в течение буквально пары месяцев жизнь в северных морях просто взрывается, и начинается все с планктона, с малюсеньких, крохотных существ, которых многие люди даже не видят, просто потому что не знают, куда смотреть. И одни из таких существ – это гидромедузы. То есть для того, чтобы начать вообще знакомство с подводным миром, не обязательно погружаться на дно. Можно просто надеть маску или просто посмотреть с лодки, с пирса туда вниз, и такие, что-то плавает, вижу какие-то малюсенькие штучки. И вы видите, что у вас есть медузка, маленькая, практически прозрачная. Вы ее не увидите без фонарей или не увидите, если у вас не будет яркого солнца. И все, что вы заметите, это несколько каких-то красных ниточек или щупалец. Это будет вот эта медуза оглянта. Она размером меньше ногтя на большом пальце, то есть она меньше сантиметра, безумно быстро прыгает, сокращая купол. И она питается вот этими самыми крохотными рачками и личинками, которые питаются фитопланктоном. Соответственно, это называется гидромедуза. Это одни из самых многочисленных обитателей планктона в определенный сезон. Это весна, то есть когда у вас появляется вся эта маленькая жизнь, приходят гидромедузки и начинают всю эту жизнь поедать. При этом гидромедузы, как и большие медузы, это животные, которые имеют в своем жизненном цикле две стадии. То есть медузы не рождаются от медуз. У них все чуть хитрее. Медузы растут на кустиках, которые называются гидроидные полипы, и которые растут на дне. То есть медузы на самом деле растут на вот таких вот кустах, которые растут на дне, и которые вы просто перепутаете, скорее всего, с водорослями. То есть у вас есть куст на дне, у которого каждая веточка заканчивается маленьким полипом. У полипа есть свой ротик, щупальца, и это колония маленьких кишечно-полосных, которые все связаны в один единый организм. Такая штука сидит на дне, питается, ловит все тех же рачков, и живет она там несколько лет, десятки лет. Некоторые гидроидные полипы живут неопределенное количество лет, и считается, что они могут жить даже вечно, просто редуцируясь до маленького корешка, когда еды нет и когда условия тяжелые, и вырастая обратно в большую колонию, когда у вас условия хорошие. И в какой-то момент такая штука, которая умеет размножаться бесполым путем и превращаться в большой куст, занимая достаточно большие пространства, ей нужно расселяться и размножаться половым способом. И для этого нужны как раз медузы. То есть в какой-то момент появляются у веточки, в основании почка, в этой почке находятся медузки. То есть это такой стаканчик с зародышами медуз. И в определенный момент, когда медузы дозревают, они выходят во внешнюю среду и уплывают. Их подхватывает течением и, как любой планктон, может унести на десятки и сотни километров от того места, где они родились. Такие медузки плавают, питаются, у них вырастают гонады, они выметывают половые продукты в воду, там они соединяются, выходит маленькая личиночка, опускается на дно и дает начало новому кустику. То есть представьте себе, что медуза – это всего лишь способ размножения и расселения кустиков на дне. И это, конечно, фантастика, потому что на самом деле медузы, получается, растут на деревьях, которые у нас выглядят как водоросли. Но, опять же, смотрите внимательно, понимаете, что ваши водоросли – животное и что в какой-то момент она образует медузы. Медузы бывают не только маленькие. И северные моря еще славятся тем, что медузы там есть большие, включая одну медузу, которую, ну, в принципе, наверное, знает весь мир образованный. Это медуза львиная грива. И известна она в первую очередь тем, что она является самой крупной медузой в мире вообще. То есть она вырастает до 2 метров 30 сантиметров в диаметре купола. Это вот такое колесо гигантское. И длина ее щупалец, длина щупалец самой крупной зарегистрированной особи – 37 метров 50 сантиметров. Это высота 12-этажного дома. Просто представьте себе медузу высотой 12-этажный дом. Это очень-очень большая штука. И второй момент, когда эта медуза стала известна, это когда сэр Артур Конан Дойль написал рассказ «Львиная грива», где этой медузы приписали убийство человека. Там нашли человека на пляжу, он был весь в ужасных шрамах, и все пытались выяснить, кто же это сделал. Оказалось, что это медуза. На самом деле Артур Конан Дойль чуть-чуть преувеличил, и эта медуза не может никого убить. Наверное, можно умереть от восторга, потому что она действительно очень красивая. Но максимум, что она может сделать, это довольно сильно вас обжечь, но никак не убить. То есть ощущения от щупалец, как правило, такие, что как будто бы вас немножечко содрали кожу, посыпали перцем, солью и чуть-чуть нагрели. Неприятно, но, в принципе, терпимо. И что удивительно, что эти медузы тоже появляются из полипчиков. Но в отличие от гидроидных медуз, у которых внизу растут целые кусты, у Цианея это маленький крохотный одиночный полипчик, который прячется где-нибудь под камнем, и он размером всего 1-2 миллиметра. И вот из этого миллиметрового полипа, который просто пережидает тяжелую зиму, когда для медузы нет еды, отщепляется в какой-то момент медузка, которая называется эфира. Это личинка медузы. Это крохотная маленькая штучка. Вот она, кстати. Это 1-2 миллиметра такая тарелочка, которую вы даже не заметите. У нее нет еще щупалец. У нее висят такие морковки, которые являются зачатками щупалеца. У нее нету развитых ротовых лопастей. У нее нету нормально сформированного купола. То есть перед вами плавает такая маленькая штучечка, которая выглядит, в общем, довольно смешно. Но если вы будете нырять день за днем, в тот момент, когда полипчики выпускают эфирок, вот этих маленьких медузок, вы заметите, что наряду с вот этими миллиметровыми крошками плавают уже такие медузки размером с рублевую монетку, рядом с пятирублевую. Через два дня у вас будут небольшие блюдца, а через месяц у вас уже будут плавать метровые огромные плюхи, которые уже считаются огромными взрослыми медузами, и которые сжирают огромное количество еды. И эта медуза вырастает до таких больших размеров, потому что она питается другими медузами. Тем же зоопланктоном, теми же гидромедузами, всеми, кто меньше ее размером. Но иногда и не теми, кто больше ее размером, потому что она ужасно прожорливая и совершенно наглая. Дело в том, что у нее название цианея капиллята, означает цианея волосистая. Ее так назвали, потому что количество щупалец у взрослой медузы исчисляется тысячами. И она раскидывает эти щупальца по всей водной толще. То есть у вас висит где-то купол, а от него огромной юбкой расходится огромная ловчая сеть из щупалец, которые способны стягиваться, сокращаться, и растягиваться в длинные нити, которые тоньше лески, которые образуют просто огромную паутину, распределенную во всем объеме воды. И эта сетка практически невидимая. Но поскольку эти щупальца многочисленные так сильно растягиваются, у них очень маленькая прочность. И их можно оторвать. Поэтому любая рыба, которая запутается в этих щупальцах, ее не убивает мгновенно, потому что медуза просто не сможет произвести такое количество какого-то сильного токсина, которым нужно будет напихать во все эти тысячи длиннющих щупалец. Поэтому она рассчитывает на то, что в щупальцах запутается более слабая добыча, рыба просто их оторвет, почешется, скажет, ай-ай, что-то щиплется, и уплывет себе дальше по своим делам. А если в эти щупальца влезет какая-то другая медуза, например, те же маленькие гидромедузки, то цианея просто их сокращает, подтягивает к себе, и дальше этих медуз напихивает в себе в оральные лопасти. Собственно, как эта медуза ест? У нее очень интересный механизм. Дело в том, что у медуз нет рта, нет губ, нет зубов, поэтому им нужно как-то свою жертву засунуть себе в желудок и переварить. Как они это делают? У цианея очень хитрый способ. Она, когда подтягивает к себе медуз других, у нее по центру купола в окружении рта есть ротовые лопасти. Это такие красные тряпочки, растягивающие, которые выглядят, ну, как вы возьмете, подвесите полотенце, и вот у вас четыре таких полотенца висит. Эти полотенца работают как внешний желудок. То есть, когда медуза подтягивает к себе жертву, она маленьких жертв просто накрывает этими тряпочками сразу, а на большие начинает их натягивать. И вот есть замечательный пример, как маленькая медуза цианея нападает на медузу покрупнее себя размером, на аурелию. Это медузы, которых вы, может быть, видели в Черном море, Пелом море, вообще по всему миру. Это самая такая распространенная медуза мирового океана. И цианеи, которые меньше аурелей по размеру, нападают на них и спокойно начинают натягивать на них тряпки. И вот в том месте, где эта тряпка натянута, уже начинается пищеварение. И таким образом, ну, вот представьте, вам нужно было бы скушать батон хлеба, который лежит на столе. И вы просто подходите, и этот батон накрываете футболкой. И вот там, где вы накрыли, там уже, в общем-то, он начал перевариваться. А если батон очень большой, во весь стол размером, вы накрыли часть батона, и потом такие, перешли еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. И пока вы футболку свою не натянете на весь батон, переваривая его по частям, вы не успокоитесь. И цианеи плавают точно так же. То есть некоторые из них похожи просто на футбольный мяч с куполом, который запихал в себя несколько других медуз, и с ним плавает. Мы, как биологи, иногда берем этих медуз, встряхиваем их, смотрим, что они съели, потому что нет губ, они не могут их удержать. И у вас попросту все, что у них было в желтке, вылетает. И вы можете так, так, 16 аурелей, 8 каких-нибудь гидромедуз, скелетик маленькой рыбки и еще что-то. И вы такие, ого! То есть они очень прожорливые. И те медузы, которые вырастают до этого гигантского размера невероятного, это, как правило, медуза-счастливчики, которые попали в стаю других медуз каких-то и просто их всех сожрали. Это, конечно, эффектная картинка. Я видел несколько раз в своей жизни, например, ныряя на Камчатке, на 30 метрах глубины, я наткнулся на медузу вот такого размера, то есть просто гигантская, с несколькими тысячами щупалец. И я даже не смог сосчитать, сколько у нее на щупальцах было других маленьких медуз. То есть вся толща воды, где я нырял, она была в небольших гидромедузах. Плавали, что-то там своими делами занимались, а цианэя просто как пылесос собирала их отовсюду, со всей толщи. То есть это такая большая работа. И иногда бывают, конечно, конфузы, поскольку когда цианэй много, у вас случается такое, что вот одна цианэя висит у вас где-то под потолком вашей комнаты, допустим, у нее щупальца идут, закрывая весь объем вашей комнаты, где вы сейчас сидите. А где ваша комната заканчивается, висит другая цианэя. То есть там, где кончаются щупальца одной, начинаются щупальца другой. И получается, что они как бы создают такую единую ловчую сеть, которая охватывает несколько метров моря. И вы между этими щупальцами вместе со всеми остальными животными лавируете. Так вот, они иногда живут там, где есть течение, волны, еще что-то. И иногда их щупальца запутываются, и они запутываются друг в друге, естественно, всеми своими длинными волосами. И дальше происходит интересное, потому что, когда в щупальца что-то попадает, медуза думает, что там еда, и тут же начинает их сокращать и подтягивать добычу к себе. Вторая медуза делает то же самое. В итоге две медузы идут навстречу друг другу, и оказывается, что это две цианэи. Они такие, так, как будем решать эту проблему? Решается эта проблема просто. Кто кого первый съест, тот, в общем-то, и побеждает. И у цианэй, к моему удивлению, я это обнаружил не в первый год своей работы, даже не в пятый, вот совсем недавно наткнулся на медуз, которые поедали друг друга. То есть чаще всего они как-то распутываются, соскальзывают, потому что щупальца немножечко склизкие, и расплываются. Но когда они не могут этого сделать, получается, как здесь, когда две медузы просто начинают пытаться съесть друг друга. И та медуза, которая успеет первой натянуть свои ротовые лопасти эластичные на другую, там, в общем-то, и победила. И вот здесь у нас борются красная и желтая медуза, и вот желтая, к сожалению, проигрывает, потому что, если вы внимательно посмотрите, у нее на куполе уже есть вот эти ротовые тряпки от красной медузы. Но иногда, конечно, происходят и глупые вещи, когда медузы запутываются сами в себе, и вот даст, да как бы хороший пример, каково это жить без мозгов. У медуз нету нормальной нервной системы развитой, они думать не могут, и вот иногда получаются такие вещи, когда им становится крайне неудобно. Такие медузы некоторое время живут, но, в принципе, она не может ни ловить, ни питаться, и в какой-то момент она просто погибнет или ее сожрут. Дальше. Дальше у нас еще одно безумно интересное животное, которое, наверное, считается таким символом северных морей. Это морские ангелы. Морские ангелы – совершенно удивительные существа. Дело в том, что это моллюски, крылоногие, которые произошли когда-то от древнего предка, от которого произошли и современные улитки. То есть вот эта вот штука и ползающая у вас в огороде улитка – это когда-то одно и то же. Но вот этому древнему предку, от которого произошли морские ангелы, надоело ползать по земле. Он все время смотрел наверх и такой, вот бы там летать, там, наверное, так круто. Эволюция, сделай что-нибудь, пожалуйста, я хочу туда. Мне надоело здесь, хочу летать. Эволюция говорит, окей, без проблем. В итоге ползательная нога этого моллюска, на которой он ползал, разделилась надвое, превратилась в два крыла. Предок этот потерял раковину в процессе эволюции, а вот этими двумя крыльями научился плавно махать, и животное воспарило и начало плавать в толще. То есть у вас есть моллюск вот примерно такого размера, 3-4-5 сантиметров, который, медленно махая крыльями, безумно красиво плавает в толще, и его назвали морским ангелом неспроста, потому что на них можно смотреть и думать, боже, какое прекрасное существо. Наверное, есть даже видео, как это выглядит. То есть этим люди любуются, когда человек впервые видит морского ангела, что это за прекрасное существо, что это вообще такое. Вот, потому что действительно существо безумно интересное. Но морским ангелом его назвали, может быть, и по ошибке, потому что на самом деле это хищный монстр, который питается своими родственниками, которых называют морские черти по ироничной случайности, а может быть, специальности. Потому что морские чертики – это тоже крылоногие моллюски, гораздо более мелкие. Они всего 2-3 миллиметра, а из раковины торчат два крыла, которые похожи на такие уши, которыми они достаточно нелепо машут. То есть они плавают вообще не так красиво, как морские ангелы. И когда вы видите плавающийся морского чертика, это такая штучечка, которая кажется, что тут эволюция немножечко недоработала. Тем не менее, морские чертики – это один из ключевых компонентов вообще северных морских экосистем, потому что в определенный сезон, как правило весной, их биомасса может быть настолько огромна, то есть они плодятся в таком количестве, что их суммарный вес, их общая биомасса превышает биомассу всех остальных существ в океане в это время. То есть это больше рыб, тюленей, моржей, китов, всех остальных беспозвоночных. То есть это просто невероятно гигантская масса крохотных маленьких черненьких ракушечек с ушами, которые плавают и фильтруют себе свой маленький нанопланктон, фитопланктон и все прочее. И их настолько много, что киты из Южной Америки пересекают весь Атлантический океан в тот сезон, когда там появляются морские чертики, для того, чтобы несколько раз открыть рот и наесться на несколько месяцев вперед. То есть они реально запасают очень много всего. Так вот, морские чертики, являясь одним из ключевых компонентов для огромного количества животных в Арктике, являются единственной едой морских ангелов. То есть в меню у морского ангела нет просто ничего другого. Они питаются только чертями. При этом сами чертики питаются совсем микроскопическими диатомами-водрослями, одноклеточными простейшими, бактериями и прочей мелочью. Когда они питаются, они выделяют слезевой пузырь, на который все просто налипает. И они плавают вот так, зависшие в толще воды, с этим пузырем. На него все это прилипло, прилипло, прилипло. Вот здесь вот можно видеть, что вот эти маленькие желтенькие штучки, это как раз маленькие диатомовые водоросли. Их практически не видно. То есть это такая полупрозрачная слизь. И потом, когда туда налипнет достаточно еды, они просто все это съедают. И чертики на самом деле делают в таком количестве невероятную работу по очищению океана. То есть они просто собирают всю эту мелкую взвесь, всю эту органику и просто чистят море фактически. Но переходим к ангелам. Ангелы, которые вроде как должны быть какие-то возвышенные существа с красивой внешностью, скрывают в себе один очень классный секретик. У них голова разделена пополам. А внутри головы, внутри этих половинок спрятано их супероружие. Шесть огромных крючьев, которые называются букальные конусы. По факту это щупальца, покрытые небольшими острыми бугорками, которые позволяют лучше удерживать добычу. И как только они чувствуют рядом с собой чертика, у них нет глаз, у них есть такие рожки, которые являются органами химического чувства, ренофоры. И как только они чувствуют, что где-то в радиусе их досягаемости плавает морской чертик, у них голова открывается пополам, тело внизу, которое не имеет никаких органов, но имеет объем, сжимается. И словно тюбик зубной пасты, когда вы в одном месте сжимаете, в другом надувается. У вас вылезают эти шесть крючев, и ангел начинает бешено махая крыльями, кружить в том месте, где был замечен чертик, пытаясь его схватить. И чаще всего хватает, вот, кстати, сравнительные размеры охотящегося ангела и морского чертика, просто чтобы вы понимали масштаб хищника и масштаб жертвы. И в какой-то момент он его хватает, поворачивает немножечко там манипуляциями своих щупалец, устьем к себе, потому что чертик, естественно, он в ужасе, он забивается в раковину и пытается оттуда не вылезать. Но морской ангел его аккуратненько разворачивает, дыркой к себе, и дальше прячет свои рога, букальные конусы, и у него из глубин глотки вылезает следующее. Две вилки, которые состоят из жестких щетинок, загнутых на конце, это как вилки для мяса. И он по очереди залезает ими в раковину к чертику, и просто либо по кускам, либо целиком вынимает этого чертика аккуратно из раковины. А по центру, как у всех остальных моллюсков, у него расположена радула. Это такая специальная жесткая хитиновая терка с острыми зубцами с одной стороны, и с другой стороны глотки жесткая мощная мышца. И эта терка просто любую еду с помощью этой мышцы перетирает в пюре. И ангел всех этих чертиков перетирает, 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 и вот можно увидеть, что у ангелов по центру есть такое темное облако. Это облако из пюре, как это называется, чертовое пюре получается. И один ангел за 2-3 недели своей жизни может уработать до 500 чертиков. Но есть один нюанс. Несмотря на то, что ангелы и черти известны науке уже довольно давно, про жизненный цикл ангелов никто не знает полностью. То есть его полный жизненный цикл неизвестен до сих пор, потому что они появляются где-то в конце февраля, как только появляется солнце, как только начинает трескаться лед. Примерно до середины мая, до конца мая они плавают, охотятся на чертей, спариваются, растят, рожают новых маленьких ангелят, которых таскают тоже с собой в создоровенных слезевых шарах. А потом, когда черти пропадают из планктона, а это происходит при потеплении воды до плюс 1-2 градусов, ангелы тоже пропадают. Пропадают так, что до следующего года их не видно. То есть наступил июнь, черти пропали, через 2 недели пропали ангелы, и следующих ангелов вы увидите только в феврале следующего года. Что они делают все это время, где они, неизвестно. И мы бьемся над этой загадкой уже довольно продолжительное время, потому что мы не знаем, как это посмотреть, мы не знаем, как это узнать. Если бы у нас был хоть один человек, который нам сказал, что, ребята, давайте мы повесим на ангела маячок, мы говорим ему, что, ты что, дурак? Нельзя вешать маячки на ангелов, они слишком маленькие, таких маячков не существует. Каких-то приборов наблюдения тоже не существует, мы просто не знаем, куда они деваются, мы не знаем, куда за ними плыть. Вот были, 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 оп, и нет. Мы один раз встретили ангела сумасшедшего в сентябре, который откуда-то выпал. Мы говорим, ангел, откуда ты взялся вообще, что это такое, что ты тут сделаешь? Мы его поймали, решили, что надо бы его поснимать немножко, выпустили его под водой из банки, и он просто камнем пошел вниз. И мы долго чесали голову, как бы мы его не возвращали на место, он все время складывал крылья и пытался скрыться. Мы подумали, что, наверное, они все-таки падают на дно, и в каких-то ямках то ли зарываются в ил, то ли что делают. Но их нет в зоне обостримости водолазов, то есть мы ныряем там до 30-40 метров и не видим никаких морских ангелов вообще. Мы кидаем в начерпатели, драги, мы забираем ил со 100-метровой глубины, их там тоже нет. Где они в нашем Белом море, непонятно. При том, что количество этих ангелов иногда может быть тоже фантастическое. То есть бывали случаи, зарегистрированные, когда у вас в одном кубометре воды было по 500 морских ангелов. Это очень-очень много. То есть, представляете, вы ныряете, а у вас просто суп. То есть у вас все кубометры заполнены ангелами морскими. Это, конечно, зрелище такое. Я не видел такого количества никогда вживую, но несколько раз на Белом море мы ныряли в настоящий суп, когда у вас невероятное количество морских чертей, просто вот все в маленьких черненьких точках, в таких пикселях. И между ними плавают морские ангелы, которые периодически открывают свои головы пополам, открывают, вытаскивают щупальцы, начинают охотиться, и у вас такой суп настоящий. То есть вы плаваете, а вокруг вас все шевелится, жрет друг другу, охотится. Это, конечно, довольно эффектно. Ну, поехали дальше. Спускаемся на дно. На дне вас ждет дивный новый мир. У нас еще, на самом деле, осталось в планктоне столько всего, что никаких лекций не хватит рассказать, потому что животных действительно много. И если я начну рассказывать про донных существ, то тоже не хватит никакого времени. Об этом пишут книги. У нас есть атласы животных одного только Белого моря, про которых можно рассказывать несколько дней. Но я вам расскажу про нескольких своих любимых существ, и одни из таких – это нерисы. Замечательные черви, которые называются многощетинковые черви или полихеты. Потому что многощетинковые, потому что на каждом сегменте есть конечности, которые сделаны из щетинок. Это, как правило, ножки или какие-то цеплялки, с помощью которых они передвигаются или плавают. И вот у нас есть нерис, замечательный червяк, размером до 40-45 сантиметров, толщиной в большой палец, а иногда и с такую хорошую венскую сосиску, который в нормальное время живет где-то под камнями, роет себе норы, закапывается в ил, и особо не вылезает на поверхность, потому что он является лакомой добычей для огромного количества морских животных. Его любят есть крабы, его любят есть рыбы, его любят есть морские звезды, его любят есть даже улитки. У нас есть улитки, которые догоняют червей, перекусывают им голову и просто всасывают, как спагетти. Это, конечно, тоже картин интересная. Так вот, до поры до времени эти червяки живут где-нибудь в илу, иногда из ила высовывают голову и ждут какой-нибудь добычи, которые будут проплывать мимо них, которые можно схватить, или выедают мертвых мидий из творог, питаются иногда даже водорослами. То есть они такие всеядные, они могут есть вообще все-все-все. Но в какой-то момент этим червякам надоедает сидеть в норе, у них приходит пора полового созревания, то есть им нужно размножаться. А когда ты сидишь в своей норе, найти себе партнера довольно тяжело, потому что никто к тебе в гости не придет, а другой червяк, пока он будет идти к тебе в гости, его, скорее всего, сожрут. Поэтому у них, как и у многих других морских существ, есть циклы, привязанные к какому-то определенному условию, там, фазы луны или температура воды, или определенная погода, когда у всех случается, типа, о, сегодня, сегодня пора размножаться. У червяков этих, у них внешнее оплодотворение, и когда они созревают, у вас есть черви-самцы, черви-санки, им надо как-то встретиться. Но для того, чтобы встретиться, им нужно что-то придумать, потому что, опять же, они сидят в своих норах, каждый под камнем, и даже если они со своим внешним оплодотворением выкинут все половые продукты в своей норе, они там так и останутся. Если они выползут наружу, их съедят. Поэтому у этих червяков в какой-то момент параподии, вот эти самые конечности щетинок, которые всю жизнь выглядят как крючочки, для того, чтобы можно было ползать в своих прокопанных норах и цепляться за камни и стенки в узких проходах, они выпадают, и вместо них вырастают здоровенные веера из щетинок, которые работают как грибные весла. И с помощью этих параподий они приобретают способность плавать, причем плавать хорошо, прям как настоящие морские драконы. И они все на несколько дней взмывают к поверхности, и у вас море превращается в такой, как это, серпентарий. То есть у вас по поверхности воды плавают здоровенные червяки, высунув вот так вот головку из моря, и выметывают половые продукты. То есть плавают самцы, плавают самки, все эти половые продукты смешиваются, оплодотворяются, и уже из оплодотворенных яиц, там где-то на дне выходят личинки в какой-то момент. А купаться в этот момент не хочется вообще, потому что когда я был студентом, и в какой-то момент поплыл просто на лодке, вы плывете на лодке, и с каждым ударом весла, когда вы достаете весло из воды, у вас на весле повисают как макаронины здоровенные такие червяки, 30-40 сантиметров, на каждом весле по 5-6 штук. И это картинка, которую стоило бы увидеть в жизни. И, в общем-то, у вас есть такая возможность. Если вы приедете на Белое море, например, в середине июня, то вы, скорее всего, наткнетесь на одну из этих сцен, когда вы просто стоите на пирсе, смотрите на море, и видите, что оно разрезано десятками тысяч таких следов, которые остаются от плавающих червяков. При этом, я вот уже упомянул, что они немножко похожи на водяных драконов. Если вы знаете, есть драконы европейские, такие ящерица с крыльями от летучей мыши, дышат огнем, и выглядят как ящерица, в общем-то. А есть китайские драконы, которые выглядят как такие длинные водяные змеи. И я не поленился, нашел, долго искал, честно говоря, перебирал целую кучу китайских драконов, и нашел тех, которые действительно похожи, у которых, если вы посмотрите картинки, есть желтое брюшко, которое выглядит ровно как брюшко этих самых полихет, у них есть какие-то острые колючки по краям, которые выглядят как эти самые параподии, у них есть усы, которые выглядят как антенны у червяков, и, в общем-то, на самых старых изображениях китайских драконов они были даже без ног. То есть ноги им потом проделали, когда пришли остальные люди, сказали, что это у вас драконы без ноги, они такие, а, точно, дали им ноги, а вообще древние вот эти драконы были без ног. И я это к чему? К тому, что очень многие существа в мифологии, во всяких легендах и сказках, они появились, впечатлившись чем-то природным. И вот эти червяки, выплывающие на несколько дней, для размножения к поверхности моря, они есть не только в северных морях, они есть и в других морях тоже, в том числе и теплых, в том числе тех, которые омывают Азию. И есть червяки, которые длиннее нерисов гораздо. То есть есть червяки размером метр и толщиной такую хорошую сардельку. И вот представьте, что вы древний человек, который придает значение любым природным событиям, которые он не может объяснить. Там северное сияние, молния, кара богов, обязательно какое-то знамение. И тут у вас море, в котором вы добываете себе пропитание, с которым вы связаны. У вас вдруг на один-два дня выплывают гигантские змеи, начинают кружить по этому морю. И естественно, вас это впечатлит. Я просто уверен, что если раз в год у вас появляются морские змеи в количестве нескольких сотен тысяч или миллионов, вы на это обратите внимание. И возможно, именно это дало начало вот этим легендарным китайским морским драконам. Я, конечно, не уверен, но мне нравится так думать. Дальше. Спустимся еще ниже. Есть такая штука, как термоклин в северных морях. То есть, как только вы спускаетесь под поверхностью воды ниже, 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 у вас всегда будет оставаться какой-то слой воды, который никогда не прогревается. То есть, как бы у вас не светило солнце, какая бы теплая погода у вас не была снаружи, северные моря холодные. И мы, конечно, очень любим купаться, резвиться и прыгать в море просто так, без костюмов. Но на севере под это у вас есть, наверное, очень короткий промежуток времени. Потому что те моменты и те годы, когда вообще мое родное Белое море прогревается, например, до хотя бы 14-15 градусов, это случается не каждый год. И мы считаем, что 15 градусов, как же это тепло. 15 градусов никакие нормальные люди вообще в воду не лезут, потому что это очень холодно. И чем глубже вы будете идти, тем меньше вода будет прогрета. То есть, если на поверхности она будет 14 градусов, на 6 метрах она будет 8 градусов. И в какой-то момент у вас будет слой, который зимний, который не прогревается вообще никогда. Под ним температура может быть минус 1,5 градуса, 0 градусов, иногда плюс 1, плюс 2. И вот слой, его разделяющий, называется термоклин. То есть здесь у вас вода прогретая, а здесь вода, которая не прогреется. И она просто опускается пониже, поднимается повыше, в зависимости от ветра, течения, волн, времени года. И вот эта зона, которая находится под термоклином, это достаточно стабильная экосистема, в которой всегда темно, всегда холодно. И животные там живут совершенно в другом ритме. То есть это чаще всего какие-то более илистые равнины, валуны, которые лежат в этом Илу. Там обычно не самое большое течение. И там живут некоторые удивительные обитатели. Например, тубулярия. Это гидроидный полип. Это те самые кустики, которые пачкуют медуз. Но в природе есть исключение из всех правил. И конкретно эти гидроидные полипы не пачкуют медуз. У них медузы развиваются прямо внутри заоида, вот этого цветочка хищного, который непосредственно является животным. И выходит на свет уже готовая личинка, которая просто падает, отбегает немножечко от родительского организма и делает новый полипчик. Эти штуки вообще выглядят удивительно. И если вы покажете это кому-нибудь впервые, он, может быть, даже и не догадается, что это хищное животное. Потому что выглядит это как инопланетный цветок с лепестками-щупальцами, с щупальцами по центру, которые на самом деле являются ротовыми щупальцами, и по центру там есть тротик. И у вас действительно стебель, цветочек, и что красивое посерединке. Вот это красивое посерединке, это как раз гроздья яиц, в которых развиваются медузы и личинки. А раскинутые лепестки, это на самом деле щупальца, набитые теми же жгучими стрекательными клетками, которые есть у медуз. И эта штука просто ждет, когда какая-нибудь неудачливая креветка или когда какой-нибудь маленький рачок дотронется до этого щупальца, и тут же в него выстрелят много маленьких гарпунчиков из стрекательных клеток, парализуют его, а остальные щупальца его просто накроют и аккуратненько добьют и отнесут в рот, передадут на ротовый круг щупальца, и тот его запихает к себе. Эта штука сама по себе, в общем-то, довольно уникальна, и просто смотреть за ее жизнью довольно интересно. Но под водой, там, под термоклином, есть другой любитель посмотреть на эту штуку, а еще ее поесть. Это голожаберный моллюск Фобилина полярис. Вообще, если вы видите что-то под водой, что ползает на подошве, имеет какие-то рожки и выглядит странно, с вероятностью 99% это будет голожаберный моллюск. Это тоже родственники брюхоногих моллюсков, то есть улиток, которые у нас живут в садах, огородах, которые всем привычны, но они называются голожаберные. Они потеряли раковину, она им не нужна в процессе эволюции. Вместо этого у них выросли попилы на спине или какие-нибудь выросты, которые их камуфлируют, похожие на деревья. Они очень часто выглядят, как тот субстрат, на котором они живут. Или же, напротив, они обладают очень-очень яркими цветами и отпугивают тем самым потенциальных хищников, которые хотят на них охотиться. И вот эти моллюски в массе заселили все моря и океаны. Они живут на безумных глубинах, они живут у самой поверхности. Они безумно разнообразные, у них есть у всех свои приспособления, некоторые невидимые, некоторые закамуфлированные настолько, что вы никогда их ни от кого не отличите, а некоторые научились воровать, например, оружие у тех же тубулярий. То есть у вас есть моллюск, который питается сидячими медузами, который питается гидроидными полипами, который питается мертвыми медузами, которые закончили свою жизнь и упали на дно. И вместо того, чтобы быть пораженным их оружием, потому что у всех медузы есть оружие для защиты и охоты, это стрекательные клетки, вот эти самые жгучие клетки, которые обжигают нас, когда мы купаемся, которые добывают медузам пищу. Но эти моллюски каким-то образом, эволюционно научились эти клетки не просто дезактивировать, они научились их воровать себе и запихивать себе в попилы. То есть видите, у него на кончике каждой попилы, вот этого выроста из спины, есть беленький кончик. Вот этот беленький кончик называется канедосак. Это сумочка со сворованными стрекательными клетками медуз. То есть у вас моллюск берет чужое оружие и просто запихивает себе в свое живое тело. И они остаются работать. И если какая-нибудь рыба захочет этого моллюска попробовать, на моих глазах это было один раз, я никогда не видел, как рыба меняется в лице. Это бывает. То есть подплывает рыба, смотрит на моллюску и потом такая, раз, его мгновенно проглатывает просто на моих глазах. Дальше у рыбы, я на нее продолжаю смотреть, удивленный, как кто-то так его съел, он же вроде как опасный. У рыбы в течение примерно 30 секунд меняются глаза, меняется вот это вот все рыбье выражение лица, хотя это сложно себе представить, но правда это было. И она этого моллюску выплевывает, смотрит на него в абсолютном ужасе, что это вообще было. Моллюск невредимый падает на дно и куда-то разворачивается, и куда-то уползает. И рыба абсолютно ошарашенная, медленно так куда-то в сторону, в сторону, в сторону, и в общем все, я покинул поле боя. То есть эта штука работает. И вряд ли эта рыба когда-нибудь попробует этого моллюску больше. То есть это очень крутое эволюционное приспособление. Эти моллюски питаются вот этими самыми гигантскими цветами хищными, которые на самом деле животные, табуляриями. Причем делают это они достаточно интересным способом. Дело в том, что у всех моллюсков, если вы внимательно будете смотреть на моллюсков, есть две пары щупалец. Одна торчит из нижнего части рта, это осязательные щупальцы, которыми они проверяют, проверяют, что перед ними непосредственно на земле, куда они ползут. И вторая пара, обычно сверху, это органы химического чувства, ринофоры. Они работают одновременно, как нос и язык. То есть они способны воспринимать какие-то молекулы в воде и определять, где у вас направление, откуда эти молекулы идут. И чаще всего эти рожки не очень большого размера, но именно у вот этого моллюсков, флобелин и полярис, они огромные. Дело в том, что вот эти хищные цветы живут достаточно редкими колониями. То есть для того, чтобы найти под термоклином вот несколько таких кустиков, вам нужно проплыть, ну, как правило, метров там 700-500, чтобы вот просто от одного куста доплыть к другому. Они иногда растут кучками, но чаще всего у вас один куст растет здесь, другой растет через 200 метров, а третий может быть через километр. И представьте себе, что водолазу огромный человек в ластах, который быстро плавает. Он может доплыть от одного куста до другого, ну, там за несколько минут. А тут вот такой моллюск, который питается вот этими кустиками, которые ему тоже надо найти. И он сожрал один, а дальше ему нужно, допустим, к другому. И он с помощью своих врагов-ренофоров такой, так, вон там, еле-еле уловимый запах. Следующий еды, и вот он туда ползет. Если так прикидывать по расстоянию, это примерно как пешком дойти из Санкт-Петербурга до Твери, а иногда и до самой Москвы. То есть достаточно далеко. И когда они заползают, они, как правило, безумно голодные, они заползают вверх по стеблю и просто начинают жрать этот цветочек, вгрызаясь в него с такой жадностью, что на это прям любопытно смотреть. Мы вот сняли таймлапс видео, как это происходит. И вот в течение трех часов мы снимали, уместили это в несколько минут, как голожаберный моллюск ел, набивая себе брюхо просто вот до какого-то невероятного размера этот самый цветочек. При этом, когда они его едят, там есть несколько вариантов. Бывает, что цветочек маленький, моллюск большой, тогда он его просто буквально откусывает и такой, ну ладно, еда закончилась. Бывает так, что моллюск небольшой, а тубулярия здоровый. И тогда это у него занимает несколько дней. Он может сидеть на этом цветке, такой, мизиму бы мне, и дальше ест снова. Так вот, у них есть одна интересная особенность. В то время, как они едят, доедают этот цветочек, если они в этот момент готовы к размножению, то есть готовы отложить яйца. Они откладывают яйца прямо на стебле тубулярии. Это делается зачем? Затем, что у них есть в какой-то странной форме забота о потомстве. Представьте себе, что маленькому моллюску, вот такому, надо пройти вот это вот безумное расстояние, чтобы на там нескольких сотнях квадратных метров найти себе пропитание. Большой моллюск это может сделать. Он там изголодается, замучается, но доползет и поест. А представьте, что новорожденные моллюски, флобелины, будут совсем-совсем крохотные. Буквально это как булавочная головка. И проползти такое расстояние, когда ты маленький моллюск, без еды, без какого-то запаса желтка, который там бывает у маленьких рыбок, например, просто нереально. Поэтому, когда вы откладываете свою кладку на табулярии, происходит следующее. Когда моллюск отъедает вот эту голову, заводит, в стебле достаточно питательных веществ, для того, чтобы выросла новая голова. То есть гидроидные полипы, они как гидры. Ну, собственно, гидры – это тоже гидроидный полип пресноводный, который в школе изучают. И если вы посмотрите на табулярию, у которой отрезана голова, то вы видите, что в верхней части уже начинает формироваться новый цветочек. То есть там видно такие длинные макаронины, которые раскроются в щупальце, видно ротик, видно околоротовые щупальца. Вот они, собственно, все. Тут просто все очень хорошо видно. И в какой-то момент просто оболочка лопается, и то, хоп, раскрывается новый цветок. Но не тут-то было. У вас прямо под этим цветком прилеплена здоровенная целая кладка. И маленькие моллюски вылезают из яиц и такие, «Так, здравствуй, дивный новый мир!» И такие, «О, какой кайф!» А там уже еда, прямо наверху. То есть им нужно проползти несколько сантиметров, и они окажутся вот в такой чаши с едой. То есть крохотные моллюски заползут прямиком в столовку и будут там сидеть до тех пор, пока не наедят достаточно питательных веществ, достаточной массы для того, чтобы приступить к спокойной, свободной жизни. И это круто, потому что в беспозвоночном мире забота о потомстве – это такая редкая вещь, что подобные примеры, они действительно уникальны. То есть это очень-очень круто. Давайте дальше. Дальше мы переходим к бокоплавам. Это санитары моря. И называют их так неспроста. В море жизнь кипит постоянно, но где кипит жизнь, там кипит и смерть, и какие-то животные погибают, какие-то падают на дно, каких-то животных съедают морские звезды, крабы, кто-то охотится и, поев, оставляет за собой кучу органического хлама, который тоже надо куда-то девать. И если бы в море хотя бы несколько дней не было бы животных, которые подчищают всю остающуюся органику, которые подчищают умерших животных, весь океан стал бы просто огромной гниющей лужей. Вот буквально за неделю все бы сгнило. То есть он бы вонял, и все бы умерло. Просто по факту. Но в море любой источник пищи, какой бы он ни был, мертвый, живой, неважно, всегда будет кем-то употреблен. И у нас есть бокоплавы. Малюсенькие рачки, которые безумно многочисленные. То есть бокоплавы больше 8 тысяч видов. Они живут вообще везде. В пресных водах, в морских водах. Если вы когда-нибудь переворачивали камни на Черном море, вы видели, как там разбегаются такие маленькие водяные блохи. Их еще так иногда называют. Вот это все они. В Белом море у нас есть один из видов, который называется аноникс. Это, наверное, самые кровожадные и самые санитарные санитары, каких только можно найти. Ночью, точнее днем, это ночные животные, потому что днем они, как правило, закапываются в песок, в грунт, для того, чтобы их не съели рыбу. Потому что днем у вас рыба охотится с помощью глаз. И любое животное, которое представляет из себя какую-то консерву с определенной питательной ценностью, она, в принципе, для рыб является плавающей консервой. И рыбы с удовольствием будут их догонять и есть. Поэтому эти рачки до поры до времени сидят закопанные. Но как только темнеет, и рыбы, которые охотятся с помощью зрения, ложатся отдыхать и спать до следующего дня, быкоплавы вылезают просто целыми стаями и как мухи начинают кружиться на дном, на небольшой высоте, в поисках, где что померло, где есть какая органика. Как правило, они находят какую-нибудь рыбку или какого-нибудь остатка червяка или мертвую морскую звезду, ежа, что угодно. После этого пока что неизвестно, каким конкретным механизмом, каким-то образом они свистят своим товарищам, что, ребята, здесь сдохла рыба. Все сюда. И у вас буквально за несколько минут набегает просто целая армия этих быкоплавов и облепляет всю еду вообще так, что не остается просто свободного места. И это картинка, которую, конечно, тоже стоит в своей жизни увидеть, потому что выглядит это иногда просто невероятно. То есть вот здесь вот они, например, доедают краба, здесь уже краб, который съед целиком, это внутренняя часть карапакса, которую уже тоже подчищают остатки быкоплава, в какой-то момент он был просто весь ими облеплен. А вот, например, так выглядит морской еж, который помер и которого просто от него только одни иголки остались. Каждый кусочек органики, который можно откусить, эти ребята откусят. То есть они своего не упустят, и они просто все съедят. И вот моя любимая картинка, которую я наткнулся в Японском море на приличной глубине, метров, наверное, 35, я плавал и увидел, что впереди какой-то вот как белый шум, такое раение какое-то, которое я даже не понимаю, что это такое. Подплыл поближе, оказалось, что лежит такая метровая, я даже не понял, что это, то есть какое-то бревно или еще что-то. И вокруг него просто как кольца вокруг Сатурна крутятся несколько тысяч рачков. Я поплыл поближе, понял, что это трупик рыбки, какой-то достаточно здоровый, на котором сидит, это невозможно посчитать, это просто какие-то тысячи и тысячи рачков. И для того, чтобы понять, что это рыба, я просто рукой так смахнул, немножко оказалось, что я смахнул с головы, и там прям как в лучших фильмах ужасов из глазниц начали вылезать эти рачки с освободившегося места. Это была такая весьма эффектная сцена. И вот как только вы смахиваете, как только освобождается квадратный сантиметр кожи, которую еще не погрызли, на которой еще есть что есть, вот из этих колец, которые кружат вокруг, все моментально устремляются на этот открывшийся кусочек. То есть это как, не знаю, свободная касса в Макдональдсе, тут же все бросаются и занимать просто там, так толкаться локтями. И получается, что каждый бокоплавчик, откусывая своим маленьким ротиком несколько миллиметров квадратных органики, набивая свой маленький желудок, уплывает, его заменяет следующий. И так без остановки они за несколько часов или там за несколько дней могут уработать огромное количество органики. Просто там, не знаю, если туда скинуть лошадь дохлую, скорее всего, они ее съедят за ночь. Если туда скинуть что-то побольше, ну, может быть, два-три дня. И всегда надо помнить, что к ним приползут на помощь крабы, к ним приползут морские звезды, приползут немертины, приползут те же нериесы. И вообще, под водой любой источник пищи тут же превращается в точку притяжения. И в зависимости от того, где, в какой экосистеме у вас кто-нибудь помрет, там его будет есть определенный набор существ, определенный набор санитаров. И вот бокоплавы это такие ребята, которые есть практически везде. И с ними у меня, кстати, была еще одна забавная история. Когда я нырял на курилах, там они какие-то, видимо, особенно голодные, я не нашел практически никого, только какого-то одинокого морского ослика и запотку, которая ползла по песку, и я лег на этот песок. Оказалось, что в этом песке были закопаны, это был день, закопаны эти самые бокоплавы, и когда я на него лег, они подумали, что, о, может, какой-то трупик упал, не знаю, может, кип помер вдруг. Они все повылезали, начали кружиться вокруг меня, а я в полном снаряжении, то есть у меня закрыты руки, закрыто все, шлем, и только губы вокруг легочника остались. И я сижу, снимаю эту маленькую запотку, понимаю, что вокруг меня начали роиться бокоплавы, и в какой-то момент я понял, что меня просто начали грызть заживо, потому что я лежу без движения, и думаю, о, трупешник новый, отлично, прекрасно. И они искусали мне губы, просто несколько десятков бокоплавов по очереди подлетало, кусало и уплывало. Начинали садиться, честно, ощущения такие, что лучше бы отсюда поскорее свалить, потому что я понял, что произойдет, если я там утону. Через час меня уже никто не найдет, просто потому что эти ребята сожрут меня с потрохами, и останутся только кости. И это, конечно, очень-очень занятно. В общем, да, вы под водой, без компании вы не останетесь. Дальше еще одни мои любимые существа, которые, как мне кажется, вообще прилетели с какой-то другой планеты, и природа решила поиздеваться просто над ними, дав им очень странную форму. Это морские пауки. Морские пауки не имеют ничего общего с пауками-сухопутными, кроме того, что у них тоже восемь ног и есть хелицеры, то есть щупальца, хваталки, с помощью которых они что-то делают. Морские пауки такие странные существа, у них как будто бы должно быть тело, в котором есть органы, пищеварительная система, еще что-то, но природа их обделила телом, поэтому это просто ноги, которые соединяются между собой. И для того, чтобы как-то функционировать, система органов находится в ногах. То есть у них в ногах пищеварительная система, которая идет через всю ногу, у них в ногах половая система, то есть у них яйца и половые продукты развиваются в ногах, у них на каждой ноге отдельное половое отверстие, дышат они в тех местах, где кожа потоньше, то есть перемычка между ногами. И вот эти существа неторопливо ходят по морскому дну и питаются только той едой, которую они могут догнать, то есть прикрепленные, потому что они безумно медленные. Из-за того, что они состоят только из ног, у них нет нормального тела, у них есть гигантские рычаги, но их особо не к чему крепить. То есть у них есть маленькая перемычка, которая соединяет все эти ноги в единое тело, и есть голова с хоботом и специальными конечностями хелицерами. И они, конечно, больше всего напоминают треножников из войны миров, которые неторопливо ходят на высоченных ногах по дну в поисках какой-то пищи или в поисках партнеров, или просто пытаются куда-то дойти, иногда вообще непонятно куда. И они одни из самых мучительных объектов для наблюдения. Потому что иногда вы можете найти морского паука, который не делает ничего в течение нескольких часов. То есть вы как? Вы обычно ныряете, видите какое-то существо, оно что-то делает, ест куда-то, ползет, может быть, размножается, может быть, с кем-то конфликтует, может быть, это морские козочки, которые друг другу дерутся, отрывают друг другу конечности. Так вот, с морскими пауками обычно не так. Вы ныряете, видите, о, морской паук, классно. Ставите штатив, камеру, включаете кнопку записи и ложитесь рядышком, смотреть в экран, чтобы все было в фокусе, чтобы заснять какой-то процесс. А паук просто стоит. Стоит, стоит, ничего не происходит. Просто какая-то арматура перед вами живая стоит и все. Снимаете его пять минут, десять минут проходит. Если вы до него дотронетесь, чтобы он что-то сделал, он делает так, он просто берет свои ноги все складывает, вот так капелькой наверх и просто падает на бок. Заваливается и все. Вот как бы все поведение паука отснято. Он в таком положении лежит несколько минут, после чего раскрывает ноги обратно и куда-то неторопливо, медленно-медленно уползает. Если вы ничего не будете делать, он тоже просто ничего не будет делать. То есть, поэтому сейчас мы стараемся не подходить к паукам, которые ничего не делают, а ищем по всему дну пауков, которые делают хоть что-то, хотя бы куда-то идут. Потому что идут они тоже, конечно, так морское дно неоднородное, они как правило перемещаются по каким-то кустам и камням, и они там поднимают одну ногу, ставят ее куда-то, потом поднимают вторую, третью, эту убирают, падают, заваливаются, их подхватывает течением, их сбивает с ног какой-нибудь голожаберный моллюск. то есть, наблюдение ужасное. И они при этом еще дико медленные, просто ужасно медленные. Они могут идти от одного гидроидного полипа к другому, между которыми расстояние в сантиметр, сами они при этом трехсантиметровые, в течение минут десяти, потому что пока переставят все свои ноги, пока до них дотянутся, вы уже, господи, ну как все медленно. Вот, кстати, картинка. Здесь паук ест мшанку. Это тоже такое животное, похожее на кустик. И просто, чтобы показательно понять про его скорость, мшанки, которые он ест, начинают расти на нем. То есть, это как если бы вы пришли в яблоневый сад, сорвали яблоко, начинаете его кушать, на вас падает тоже другое яблоко и прорастает на вас, пока вы тормозите. Вот примерно то же самое происходит с пауками. Но самое, конечно, мучительное происходит, когда паукам нужно спариваться, потому что они тоже раздельно полые. И в какой-то момент у них включается, видимо, какой-то химический таксис к партнеру, и паук-самец находит самку. И, как правило, самцы созревают быстрее, чем самки. И чтобы самку не упустить, гулять они вместе не могут, потому что, ну, они настолько нелепы, они все конечности ломают иногда, просто передвигаясь. Как бы романтические прогулки за ручку для них исключены. Поэтому самец, чтобы не потерять самку, залезает на нее, они сначала друг на друге долго прыгают, пока не образуют такой двухслойный пирожок, когда самец просто полностью ногами совпадает с самкой. Самка его таскает на себе до тех пор, пока не снесет яйца. У них оплодотворение внешнее. То есть, самка должна снести яйца, самец должен их оплодотворить. И вот в какой-то момент, там, через несколько дней или через пару недель, самка, которая таскает на себе все время самца, говорит, все, слезай, сейчас все будет, откладывает яйца и убегает. Там, на той скорости, которая доступна, но уходит. И у морских пауков есть удивительная вещь. У них есть тоже забота о потомстве. Вот, казалось бы, вот эти абсолютно нелепые существа, которые непонятно как выживают, умеют заботиться о своих детях. И самец, который оплодотворяет яйца, который смотрит вслед убегающей самки, которая с ним уже намучилась, остается наедине с оплодотворенными яйцами. Что он делает? Он скатывает из них специальные кокона и надевает их на яйценосные ножки, которые расположены у него под брюшком и таскает их до тех пор, пока оттуда не вылупятся личинки и не вырастут, став способными к самостоятельной жизни. И в какой-то момент эти личинки вылупляются, они претерпевают несколько метаморфозов, то есть они линяют, растут, линяют, растут. Сначала они вообще не похожи на взрослых пауков, это такой какой-то набор ножек и трубочек, шлангов, я не знаю чего. Но они растут, растут, растут и в какой-то момент облепляют папу огромным шаром. У пауков, кстати, сухопутных тоже такое бывает, они тоже любят таскать на себя, получат шаром. И вот здесь происходит такое же. Иногда этот шар вырастает такой здоровый, а паук такой маленький, что у вас получается шар из получат, а из него торчат просто ноги. И паук папа, все, он уже никуда не двигается, он просто ждет, когда эти детишки с него посваливают. И при этом он может стоять на одном месте так долго, что его ноги начинают обрастать, например, губки, на которых он стоит. И несколько раз на погружениях я встречал пауков, которые стоят как живые статуи и никуда не могут деться, потому что их оброс тот субстрат, на котором они стояли. Это как выйти на полянку, посмотреть на звезды, и вот ваши ноги в это время обрастают мхом просто по колено и вы все, вы уже никуда не можете двинуться. Ну, зато как бы детей вырастили, отлично. Вот. И на самом деле я могу еще очень много рассказывать про подводных животных Севера и вообще про подводных животных всего Мирового океана, но это, наверное, пока все, потому что на это можно тратить десятки лекций, можно снимать еще десятки документальных фильмов и мы это обязательно сделаем. Но вот то, что я сейчас показал, это на самом деле просто маленькая капля в море. Это несколько самых любопытных, интересных, необычных существ, про которых ученые уже знают. А есть еще огромное количество тех, про которых не знают. И когда вы думаете, что, наверное, существует какая-то другая жизнь, жизненные формы, которые не похожи ни на что. И обычно вы думаете про пришельцев, что сейчас к нам прилетят какие-то пришельцы, вот бы было здорово их застать, посмотреть, как они будут выглядеть. На самом деле все эти пришельцы вот они здесь живут, причем живут намного дольше, чем вообще существует человек и человечество само по себе, потому что Мировой океан древний и животные в нем уже не один миллион лет эволюционируют и появляются и развиваются. дайвинг и морская биология это на самом деле такие порталы в другой мир, где вы можете найти вот все эти безумные жизненные формы, которые живут своей жизнью, которые там друг друга едят, нелепо спариваются, участвуют в жизни всей нашей планеты, от которых на самом деле зависит намного больше, чем нам кажется. Мы думаем, лиса на планете это ужасно важно или пчелы без пчел все умрет. На самом деле, если мы выкинем любой из компонентов из океана, например, тех же медуз, жизнь на земле остановится просто мгновенной. И вот это вот небольшое количество животных, про которых я рассказал, это ознакомительно. Поэтому, если вы вдруг захотите открывать вообще нашу планету, смотреть, на животных, которых не видел никто и никогда, снимать с помощью современных крутых камер такие кадры, которых еще нет ни у кого, и быть вообще первооткрывателем в 21 веке, то прямая дорога к нам под лед, потому что это те места, которые просто никто никогда не видел. И таких мест на севере еще десятки, сотни, тысячи. А во всем мировом океане еще открытий хватит на несколько поколений вперед. И на самом деле все наши некомфортности с погружениями, вся эта холодная вода, тяжелое оборудование, но на самом деле все окупается тем, что вы просто видите вот этот фантастический другой мир, он безумно интересный. и мало того, что вы просто обеспечиваете себя приключениями, становясь морским биологом, и вы там открываете миры, вы снимаете новых существ, вы там играете в Жака Кусто, на самом деле это даже не игра, это безумно интересная на самом деле активность, которая нужна в науке, которая нам приносит ежегодно целый набор новых открытий, и чем дальше мы погружаемся, тем больше мы видим. Вот кроме всего этого это еще и очень красивый мир, не только под водой, но и наверху, потому что северные моря это такая природа, на которую люди едут смотреть за большие деньги, это северное сияние, это безумно красивые суровые зимы, это парящее по утрам море со столбом пара на несколько десятков метров, вы такого просто нигде больше не увидите, то есть на самом деле на севере это просто такая сказка, при том, что все наверху бело-зеленое, когда у вас северное сияние, снег, внизу это безумный огромный цветной мир, и я всем советую, если вам это весь этот подводный мир интересен, научитесь дайвингу, а лучше станьте морским биологом, потому что вы будете видеть просто на десятки порядков больше животных, чем вы можете видеть просто ныряя. Так что добро пожаловать в подводный мир, становитесь учеными.